От палящего солнца страдает не только человек, но и машина. Охлаждать радиатор нужно регулярно, тем более, когда речь идет о дрэгрейсинге, где главная цель – опередить соперника на прямой дистанции 402 метра, развив максимальную скорость. Хоть где-то эволюция настигла отечественный автопром. Андрей признается, даже в классе для городских автомобилей конкуренция высокая. Поэтому к сибирскому чемпионату и краевым соревнованиям по дрэгрейсингу готовится серьезно уже пятый сезон. Например, в этот раз ради идеальных стартов тренировал реакцию и перебрал коробку. Однако в квалификации японец все же успел подвести. Выезжая на старт, у нас загорался чек. Машина переходила в аварийный режим и ехала в парном параллельном распределении по топленным форсункам по клапанам. Это совсем другой режим, скажем так, аварийный режим, на котором она не едет и не настраивалась. Поломки в дрэгрейсинге – дело совершенно нормальное. Тем более, когда речь идет о сильно модифицированных гражданских двигателях, которых здесь большинство. Победитель чемпионата Алтайского края в классе ФСБ Евгений Закревский признается, пришлось даже открыть свое СТО, чтобы чинить машину было проще. Ну, начиналось все просто, просто угнали в сервис ее, она там простояла какое-то время, результата не увидели, да, перегнали в другой сервис, такая же история. По итогу с горем по балладу собрали и вот пришли к тому выводу, что надо. Соревновались не только любители, но и прожженные профессионалы. Помимо техники, большую роль в этом классе играет человеческий фактор. Сорвался раньше сигнал светофора – проиграл. Кристина Грахова сюда ехала из Абакана не за тем, чтобы бояться таких монстров, как этот синий скайлайн. Ну, я вот сейчас стараюсь как бы поспокойнее ко всему относиться. Потому что, когда волнуешься – фольк-старт. В фольк-старт все ты вылетел. Я вот так сделала один раз, я вылетела, обидно было. Хотя я ехала со слабой машиной, то есть у меня были все шансы, как бы, ну, в заезде быть первой. А вот видите, допустила ошибку, сама виновата, все. Кстати, в этот раз появился новый рекорд скорости – 273 км в час. Его на Квотере поставил Олег Крохин на Ниссан ГТР. Побить его попытаются пилоты со всей страны уже 8-9 июля, когда в Панфилово проведут первый в истории края всероссийские соревнования. Для Алтая это новый шаг в развитии дрэг-рейсинга. Данил Кузнецов, день с толком. Данил Кузнецов.